Добрый вечер. Мы с вами, как обычно, в филиале Ветковского музея в городе Гомеле, находимся на одной из таких, мне кажется, интересных и концептуальных выставок. Это выставка «Плетение. Технология как магия». Здесь объединены странным образом предметы разных веков и разных культур, разных конфессий, разных техник, разных материалов, но все они связаны с тем, что слово «плетение». Среди идей этой выставки есть одна под названием «мобильность». Вот эти телефоны, которые пойманы сетями рыболовными старинными, тут полно телефонов наших с вами сотовых, мобильных, они здесь находятся потому, что мы стали играть. Мы стали играть с идеей плетения, с идеей плетения, которая насчитывает не один десяток тысяч лет, и являются одной из древнейших технологий человека, одной из вообще первых культурных текстов человека. Это то, что разрозненно, случайно, вдруг сплетено, приобрело порядок и имеет КПД. Оно ловит рыб, оно ловит птиц, оно ловит плетеный, первый улей плетеный был, оно ловит пчел, их приучают в порядку и заставляют на человека работать. Значит, мало того, значит, если вот там посмотреть, панёва висит, вот над бараной висит панёва, и это одна из пробабок всех наших юбок. Значит, это еще не сшитая одежда, это поясная одежда, панёва, которая имеет образ тоже плетенки, образ земли, образ посева, и она, значит, обвивается вокруг женщины и начинает там измерять уже, допустим, женскую судьбу и способность женщины земли ржать и продолжать род. Вот, если я нахожусь рядом с кублом, вот этот кубел, это старинное слово и корень кубло, это гнездо, и первоначально оно было не только, вот как теперь оно сохранилось, о, кубло ваше, о, кубло там змеиное. Это как бы мы сужаем, значит, символику, но на самом деле у Даля, у Владимира Ивановича, еще мы можем прочесть такие строки, «пташка кубелка звила» или «свела». Вот, то есть первоначально кубло – это всехнее кубло, это и звериное, это и птичья, и, по крайней мере, потом переносно человече. Мы с вами говорим о том, что идеи, они переходят с материала на материал и сохраняют свое магическое значение. И вот эта идея мобильности, вот еще, она здесь также присутствует. Мы, видимо, здесь, видели здесь вот по всей выставке маленькие предметы, маленькие предметы, соизмеримые с ладонью человеческой. Но вот если рассказать вообще о самом зарождении этой выставки, то это было уже не один десяток, ну, по крайней мере, десяток, так точно лет назад, а может быть и больше. Значит, когда я взяла, значит, ну, тогда это еще не была идея именно этой выставки, но однажды я взяла вот это вот «Нуклеус» называется, это кусок кремня, от которого человек отслаивал эти самые… Сядьте поближе друг к другу, я буду передавать, и вы будете держать это в руках. Вот, мы будем сегодня нарушать все правила, мы превращаемся в детей и берем экспонаты руками. Вот этому кусочку камня, вот этому кусочку камня, ну, скажем так, с момента его обработки четыре с половиной, пять тысяч лет, может и больше. Вот возьмите его в одну руку, вы держите его в ладони, да? Можно его взять, так вот пощупать, посмотреть, как ровненько от него отслаивались мобильные вещи, от него отслаивались микролезвия, которое потом можно было положить в какой-то чехол, в какой-то футляр, переносить и использовать дальше. Вот. И мне пришло в голову, когда я держала вот этот телефон, мне не надо, вот надо сначала два вместе, дайте. Вот у меня, это мой телефон старый, возьмите их два, попробуйте. Вы видите, что и там, и там мышление, и вообще вся задача, и объём, и форма, это как раз работа руки, да? И пальцами, вот да, так они идут. Если вы возьмёте, пожалуйста, вот ещё один, вот этот вот уже можно кому-то отдать, а вы возьмите этот. Вот теперь ещё больше сходства, да? Да, вот оно сходство. Ну, передайте людям, пожалуйста, передайте всем, попробовать вот и сзади вас, и всё остальное. Вот так. Вот передавайте. Скажите, пожалуйста, правда эти предметы похожи друг на друга? И потом не забудьте ещё в красном галстуке одного из интересантов. Да, вот, пожалуйста, вот ей тоже передавайте. И вот когда я держала два этих предмета, разделённые тысячами лет, но на которых сохранились отпечатки пальцев, может быть, уже не сохранились, но наслоились, потому что мы все брали это в руки, но каждый раз они наслаивались на те первые отпечатки, на ту первую идею, которая пришла в голову человеку несколько тысяч лет назад. Что, значит, есть вот это орудие, вот самое главное отличие человека от вообще всех созданий животных, это рука. И вот эта рука, которая создаёт чудеса. И эта рука начинает быть измерителем всего, что создаётся. То есть есть масштаб. И тогда я стала думать, а какого масштаба вообще был дизайн? Раньше. То, что мы называем красивым словом дизайн, это всегда какая-то технология и оформление наиболее эргономично, удобно, согласно труду. И оказывается, что был, допустим, дизайн труда ладони, того, как мы вышиваем, шьём, ткём, чеканим, правда, вырезаем так, нарезаем продукты, когда готовим, верно? Вот. Мы вот там процеживаем. То есть это мышление ладони. Вы согласны со мной? Вот это мышление ладони. Есть мышление, значит, размером локтя. Когда мы ткём. Так же? Вот челнок бросаем. Это мышление локтя. Есть мышление от плеча руки, да? Когда плотник работает, да? Топором. Так, да. Вот когда что-то он делает, или он там что-то делает, или, например, дранки для бандарного дела, сидя верхом на кобыле. Именно так называется станок кобыла. Многие станки называются как животное. Козлы, кони и кобылы преследуют нас и окружают даже в спортивном зале. Да, даже если честно. Вот. Ну, вот, да. И вот это вот. Вот, например, мы видим, что человек измеряет своим трудом. Вот он измеряет мир своим трудом. И вы тогда сейчас сразу переходите и спокойно говорите, да, ведь все эти антропоморфные меры, а потом входят и вообще в измерение всего. Чем измеряли наши предки? Значит, чем? Ладонь. Это... Осталась бумажка там. Это семь с половиной сантиметров. Ладонью. Ладонь – это мера. Мальчик с пальчиком, да? Дюймовочка. Это дюйм. Это 2,4. Вот так. Это фаланга верхняя. Значит, вершок наш. Наш вершок, который первоначально говорят, что это название верхней фаланги указательного пальца, это вершок. И может быть, этот вершок, вершки на сметане, на сливках, он как раз такой же примерно толщины и бывал. То есть мы видим, что это всё мифологизировано. Мальчик с пальчиком, дюймовочка. Человек вдруг придумывает маленький мир соизмеримый. Ну, дальше можно говорить локоть, да? Локтем мерили. Ну, ткани раньше так раз. Если мы посмотрим на рушник, это примерно тоже локоть. Сырена его, да? Дальше мы верили чем? Аршин. Что такое аршин? Аршин – это от пальцев и до плеча. Сейчас мы потом вернёмся к ладони. Но просто я хочу, чтобы мы с вами просто как бы уложили одно знание в другое, представляя, что человек меряет собою не только свой труд, но и расстояние. Ну, очень много вещей. И все эти идеи переходят из одной сферы деятельности в другое. Но аршин на самом деле ещё очень интересная этимология. Но, на мой взгляд, аршин – это какое-то тюркское слово. Безусловно, это не наше. Аршин, да? Вот, я проверяю этимологию перед нашей с вами лекцией. Может быть, я тысячу лет назад читала, но забыла. Сейчас проверяю, освежаю. И нахожу, что аршин – это тюркское слово, но оно происходит от иранского аршим. Вот. И от греческого арк… Арк… Не помню окончания. Какой-то, но не аркус. Может быть, и аркус. Да. Оно обозначает лук. То есть это мера лучника. Правда, мы потом тянем дальше. Но первоначально, прежде чем он, когда мы ещё… Пока мы ещё не стреляем, мы вот так его держим. И только потом последний раз, да? Слово «арка» – напряжённая дуга. Она этого же корня. Так? Вот. Потом что ещё? Сажень. Вот это прямая сажень. Оказывается, она была раньше сяжень. Досягать, достигать. И когда мы плавали саженками в детстве, мы как раз вот достигали противоположного берега вот таким движением. Было ещё косая сажень. Это от пальцев до мизинца ноги. Если так выставить, это длинное. Там потом ещё множество вещей. Шаг. Мы мерили шагом. Правильно? И сколько шагов. Так? Вот. Кроме того, тут же сразу приплетаются английские вещи. Фуд – это стопа. Вот. Что там ещё? Ну, дюйм мы сказали, что это фаланга пальца. Вот два с половиной сантиметра. Это размер той девочки. Вот. Так что я тут не сильно знаю, как же она собиралась выйти замуж за крота. Мелковата вроде для этого. Вот. Или мальчик с пальчик, который совершает чудеса. Да? Вот. Но он с пальчик. То есть вот мера пошла. Мера. Давайте мы... Как бы вернёмся вот к этой нашей мере. Вот это мера труда нашего и наших игрушек, которые мы все имеем. Маленькие дети, они все в размере вот этой ладони сделаны игрушки. Конечно, можно купить огромного медведя, посадить рядом, но это всё гиперболы нашего времени. Первоначально, если посмотреть традиционные куклы, традиционные свистульки, игрушки, это всё рука. Это всё ладонь. Все эти всаднички скачут, все эти птички поют на руках. И, возможно, даже они превращаются в настоящих. Вот. Возможно, маленькие пташки – это тоже маленькие существа, соизмеримые с ладонью, которые легко и приятно выпустить на троицу, когда выпускали всех птиц вот туда, чтобы они снова были свободными. Вот. Ну, что ещё? Вот тут вокруг меня множество маленьких предметов. Они частично связаны с плетением. Но у меня называется тема «Миры размером с ладонь». Да? Миры. То есть я утверждаю, что предметы, которые сделаны в размере руки и рукой, ладонью, они одновременно космологичны. Вы скажете, а что такое космологичность? Может быть, не такое. Ну, что это такое? Там тряпичная кукла или пельмень. Правда? Ну, какая там космология ещё? Ну, так скажем. Ну, вот вспомните, что вы, во-первых, в детстве, люди, которые ещё застали огонь, стену и руку, мы могли изображать любых животных, там, зайчиков, да, вот так, да. То есть мы могли вот в этом думать. Но, кроме того, сама рука. Я, например, отчётливо помню своё раннее детство и свои игры, вот когда это было, это были ноги, это была голова. Вы же помните это, да? Вот как они движутся, это уже существо. И навстречу ему какое-нибудь там другое идёт, они уже общаются. Все наши кукольные театры, они, ну, по идее, допустим, эти наши батлейки или вот эти петрушки наши все, они же пальцевые куклы, вы помните, да? Они антропоморфные, то есть антропоморфность ладоней, оживление мы чувствуем. Но это антропоморфность, а где же здесь космология? Ну, если говорить переносно, можно сказать, что потому что любое существо, оно космологично, абсолютно. Вот, потому что мы, например, можем загадать сербскую загадку «Мертвая кобыла, живая жеребенка». Что это такое? Это не ладонь, это что-то большого размера. Но что это такое? Это загадка о доме, о избе, о хате, в которой живут люди, семья живёт. Значит, если вы помните, что верхушка крыши называется конёк, на севере это хлопень именно оформляется в виде коня. Значит, если говорить о близнечном культе и о вильчике белорусском, то это вот такая штука. Ну, тоже обычно вот они связаны с балтославянскими корнями, там тоже есть кони. То есть крыша – это как бы конь. Вот. Ну, в общем, всё вместе – это как будто живо, это мертвая кобыла, потому что уже шатилон из бревён, правильно? А внутри неё живые же ребята – это мы с вами внутри. Особенно если вспомнить, как ведут себя дети, когда они маленькие, ещё не знают, что нужно в 21 веке, ограничить свою активность только телефоном. Когда они ещё прыгают внутри, вот это очень даже красиво и похоже на этих живых маленьких жеребят, которым вся жизнь впереди. Это антропоморфность, хорошо. Так, а вы говорите космос. Ну, человек, он имеет верхний мир, серединный мир, нижний мир. Ну, вообще всё имеет так. И рушник, и всё остальное, оно космологично. И, значит, также и вот эти вещи, которые мы берём в руки, они тоже как бы миры. Вот если взять, например, размер более сакральных вещей, вот эта копия не очень хорошая. Но, к сожалению, я не привезла специально сейчас для этого занятия с вами настоящее литьё. Оно там есть, вот там и там. Вы можете посмотреть, и вы увидите, что этот размер, он полностью космологичен. Там есть бог савалов, там есть архангелы, там есть, значит, распятие, есть предстоящее. Посмотрите вот это. Или, например, посмотрите вот то маленькое, потом, когда вы вернётесь туда, там возле книги есть, по-моему, Николи, маленькая икона Николы. Вы там тоже увидите обозначение небесных сфер, существ небесных, которые говорят о том, что этот человек, который там изображён, это не простой человек, это святой человек, который находится уже в ином мире. Вот эта вот композиция, она называется «Неопалимая кутина». И если её рассмотреть, вот это сувенир, посмотрите, вы увидите там землю. Земля – это тетраморф, который вот такой растянутый, платок, который растянут за углы. Это земля. Ещё один платок, который растянут вверх, вот так и вот так, это небо. Вместе они создают звезду, которая нам знакома по розе ветров. Вы там увидите символы евангелистов, причём символы евангелистов, они таковы. Два существа – это верхний мир, это ангел и орёл. И два существа – это нижний мир, это лев и телец. Вот. И, по крайней мере, вся эта звезда Неопалимой Купины, она связана и с оберегами, и вот с этим размером. Ну, это вот вся космология, которая очень важна. И посредине там будет тема знамения, я знаю. Вот. Вот вы сейчас смотрите эту космологию. А вот скажите, пожалуйста, вот такая вот ерундушка под названием «Маленькая берестяная погремушка», подаренная 32 года тому назад моему сыну, привезенная моими друзьями из Вологды, когда он был ещё крошечный. Вот это совершенно традиционная погремушка, сплетенная из бересты и имеющая форму креста 3D на все стороны. Можно ли сказать, что крест – это тоже один из символов такого мироздания, мирового древа? Да, мы говорим так. Но внутри этой, во-первых, береста – это чистая вещь, это одно из древнейших вообще символических деревьев. Недаром мы с вами до сих пор метём, ну, если на даче там ещё вспоминаем, можем мести веником берёзовым, да, но одновременно и себя там мы тоже как бы в баннико дойдём, тоже берёзовый веник – это такой очень чистый, ну, можно, конечно, эвкалипт, можно там, бог знает, чего вокруг, но исконно это берёзовый веник, это вот именно очистительная совершенно вещь, которая тоже там, если мы посмотрим баню, посмотрим своё голое тело, посмотрим этот веник, посмотрим свои действия, посмотрим этот таинственный мир внутренней бани, мы все с вами ощутим, что речь идёт о целом мире. Недаром рожать приходили в баню, недаром гадать приходили в баню, недаром невесту перед свадьбой вели непременно в баню для того, чтобы это очищение происходило. И очищение это происходит не физиологически только, но оно происходит в состоянии и в нахождении этого иного мира. То есть мы проходим через иной мир. Так и этот, внутри у него горох. И поэтому все младенцы, которые имеют гремушку, они охраняют не только себя от всякой нечистой силы, но и одновременно всех нас, неведающих о том, что главный охранитель наш, это вот он тот, который ещё инопланетянин, он лежит в околыбели. И сразу же, спокойно, и совершенно не ошибаясь, берёт эту вещь и начинает ею действовать. Но тем более, что слово берёз-то понятно для нас. Ну, правда, теперь пластмасса. И внутри не знаю, что там насыпано. Насыпано теперь, но раньше это был горох. Горох, горемедь, погремушка, погремки, которые украшали, допустим, маленькие бубенчики на руках. И вот здесь вот на головном уборе древних славян, да и не только славян, всюду посмотрите, там очень любимое занятие всяких индусских женщин и вообще любых других, когда такие браслеты с погремушками, с такими вот маленькими звонками. Это всё, конечно, очень такие мощные обереги и одновременно это символы громовника, символы грозы, символы того, кто побеждает всяких змеиных, вот этих вот подколодных и всех разных нижних существ, которые нам могут угрожать. Вот, угрожать. Но угрожать вообще-то змеи не могут, угрожать может только гром, гроза, грохот. Да? Вот это гром, вот это громкое. Да, кстати, мы с вами сейчас пришли к соизмеримому. Соизмеримая модель мира – это не только ладонь, но и наш собственный речевой аппарат. Мы имеем нёбо, мы имеем в виду, мы имеем заднеязычное, которое нами связывается явно с какими-то… Вот с этими, такими утробными, какими-то… Или с… Да? Вот это всё звуки, которые связаны с нижним миром. Мы имеем в виду грррр, мы имеем в виду прррр, простор. Вот когда закрыт, и потом мы его прорываем, простор, про первый, проотец, пример, в общем, всё это, что размыкает и движется вперёд, мы моделируем, мы моделируем даже своей речью и словами, мы моделируем верхний, нижний, задний, передний, то есть мы моделируем разные сакральные зоны этого мира и они совершенно безошибочно архетипически связываются нами с существами этого мира, верхнего, нижнего и так далее. Дальше идём. Значит, если мы возьмём ткачество, если мы начнём ткать, то мы возьмём в руки соизмеримость нашей ладони, пожалуйста, поиграйтесь, возьмите, что это такое, что это за образ? Образ чего? Конечно, он называется челнок. Значит, у итальянца, когда я спросила, как у них называется, он сказал баркела. Вот. То есть это маленький челнок, маленькая лодка, верно? Вот это баркела, с помощью которой ткут вот такие вот рушники, которые на самом деле они с одной стороны, они и мир, и человек, и младенец, и дорога. Вы скажете, а младенец тут при чём? Ну, потому что на старинных рушниках вот размер узора, размер узора, это примерно размер младенца. и, значит, всего рушника, вот тут он, может быть, уже забыл, этот рушник, вот маловат, мы уже как-то больше, правда? Но если мерить тысячи рушников или сотни рушников, старинно, то вы примерно приходите к выводу, что рушник равен двум человеческим ростам. Ну, этот маловат, ну, как бы такой, небольшой. Вот. Но если посмотреть на эти, ну, вот же у вас, пожалуйста, вот младенца, видно, он разной крупности, видно, орнамент, это вот размер именно младенца, его судьбы, так? А если весь рушник померить, сложить его пополам, можно попробовать, если не лень, или вы так будете верить. Вот. И если взять рушник и сложить пополам, то он будет примерно вот так, как мы, вот возраст и преклонный возраст. И мы с вами, мы застали еще в неглюбке, по крайней мере, рассказ. И по крайней мере, еще застали, потому что 80-е годы и в конце 70-х, когда мы обнаружили для себя именно вот эту неглюбку, мы обнаружили, что нам там рассказывают, что кладут на рушник в гроб, причем наизнанку, и второй половиной закрывают. А почему наизнанку? Для того, чтобы он был как бы закрыт уже на лицо, потому что он, когда встанет на суд или будет идти, он будет уже в этой же самой, в своей как раз вот, но уже лицом наружу, вот не так, как мы, эта самая штука, вот именно вот так, да, вот. И получается, что, значит, опять антропометрия и космология. Вы скажете, ну а какая тут космология? Ну, пожалуйста, вот это совсем один из архаичнейших рушников, он пришел к нам из казацких болсунов, до сих пор никто не знает, оттуда ли он или нет. Он выполнен в технике закладной, древнейшая иранская техника, индоевропейская, европейская, но иранских корней, техника закладная, настолько же древняя, как наше бранное ткачество с нашими древними бранными знаками. Но в бранном ткачестве узор идет так, к нам, к ним, к нам, к ним, к нам, к ним. Ну, если положить так, представить, что там наши предки, от которых очень зависит плодородие, то узор это диалог. Они дают нам красное, мы отправляем им, они дают нам тоже свое. Вот на том месте, где мы отправили туда, на тот свет, нитку и узор, то там у нас белый промежуток. Ну, белый это как бы тот, вот, их, их, их молчание или их выжидание, пока они нам ответят, вот этим красными засеянными полями, знаками урожая или антропоморфными человеческими делами. Вот. Ну, вот здесь мы видим, пожалуйста, вот знаки воды мы видим, вот они видны. мы видим знаки, которые можно расшифровывать и больше всего, и ближе всего, но мы не можем утверждать. Они называются по-разному в разных традициях, но, скорее всего, они восстанавливаются, реконструируются или предположительно могут быть связаны с солярными знаками. Видно? Вот. Вот. Вот интересная вот такая вещь, вот такая вот цепь ромбов, которая вот, она глазастая, она с крестами. Вот. А это вот еще, вообще тема удивительная, вот это вот два ромба, они связываются как с колесами, с колесницами, с солнечным транспортом, но в данном случае это не солнечный транспорт. Здесь, посредине каждого из этих ромбов есть знак колодца. И вот обратите внимание, он соткан так, и можно сказать, что здесь работает мышление в размере ладони и руки. Ну, вот, например, как раньше гадали, суженые, ряженые, приди воды брать. Что делали? Брали из щепочек, делали колодец. Там сверху какой-то мосточек делали. Там рядом ставили, там какой-то внутрь, или рядом ставили воду в каком-нибудь сосуде. Ложили спать и думали, что вот, и я думаю, что сквозь веки, а та девчушка, которая гадала, она не гостью равно, следила, следила, придет ли кто-нибудь туда, да? Вот. Ну, это размер моделирования. Есть такое понятие модель мира, да? Вот она бывает любого размера, и вот модель мира как раз была близка нашим предкам, они все это выдумали, но они так не говорили это слово. Вот. Ну, например, колодец, пожалуйста, он точно такой же, вот как вот, если бы вы гадали, примерно в этом размере вы бы уже, он даже отделен, видите, вот так вот, вот. Да? Потому что эта техника, эта техника закладная, она предполагает, что каждый уток, горизонтальная нить, движется в пределах своей фигуры, своего цвета. И вот этот белый колодец посредине этого красного и даже квадрата, туда, вот тут чуть-чуть похоже на неополимую купину, которую мы только что видели, да? Или там, на нашей соседней выставке, где сонное обуджение, там тоже есть ромб, и посредине колодец. Это как раз моделирование символа земли древнейшего и вот этого колодца, к которому мы приходим, с которым связана масса обрядов, краничные вот эти обряды, да, допустим, вот. И в то же время, вот он по модели, вот он такой, он белый, потому что белый колодец, это не красный, колодец, это белый, это тот мир, это вход туда, туда, на тот свет, это вход, это белый, это нижняя вода, правильно? Вот. А наверху может быть верхняя вода, вот она, он, которая там весело, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом, да? Вот. Это грозовая вода, вот эта оживительная вода, а это колодец, который тайна. Вот он тоже, он соразмерен с рукой, соразмерен с нашими мыслями. И здесь я напоминаю вам, что здесь есть такая удивительная, шуточная почти отгадка нашего слова одного. Вот. Если сказать, что поперёк основа, основа это продольные нити, они тоже связаны с водой, недаром нам челнок, потому что без челнока мы бы эту воду не пересекли, и у ткани есть берега, как вы знаете, бережок от бережка, вот этот бережок, да, вот мы его используем. Вот. Ну и вот здесь мы бы, как вам сказать, вот это вот ромб и квадрат, а посредине этот колодец, и уток ходит, каждый внутри своей фигуры, и между ним мы видим промежуток. Вот это наше слово промежуток. Вот мы с вами его используем. Вот, пожалуйста, можно посмотреть на свет, и если можно, можно подойти, посмотреть, как на свету светится. Да, пожалуйста, проверьте. Проверьте, пожалуйста. Вот видно? Вот он, да? Вот он. Вот. Каждая фигурка отдельно друг от друга, и называется промежуток. Вот. Вот мы с вами поиграли вот в тему. Ну и кроме того, у нас есть такой старинный, старинный образ, значит, колодцы глаз. и есть старинный же образ глаза колодца. Я думаю, что вот на этом рушнике они как раз оба и совмещены, потому что мы знаем, что для ткачества, включая и килимы, это такие вот закладные ковры большого-большого мира, от Египта до любого, любой страны, которая заканчивается на стан. Это древнейшая техника, она тоже очень символична. И мы как раз видим, там есть такая тема, гёс, глаз. Когда мы Лермонтова читали, то был карагёс, чёрный глаз. Это тот лошадка та, которую украл Ахмед, или как его звали, мальчика, которого отца украл в Белле. Вот. Да. Ну и по-английски это будет Ай. И вот, допустим, расшифровку, которую дают, значит, экспозиционеры ковров на Востоке, можно там прочесть, from bad eye, from evil eye, от злого глаз. И поэтому вот эта тема глаз, тема глаз очень важна для нашего орнамента тоже, потому что это древнейшая, одна из древнейших тем. Ну и вот здесь мы видим, что он так хорошенько на нас и взглядывал. Мы видим эту тему. Ну, сейчас мы положим этот рушник, потом повесим на место. Мы его взяли с этого самого, из нашей соседней выставки. Но я думаю, что вы тут слово плетение почувствовали. И вот тема глаз, если вы скажете, вот тема глаз. Вот. Это тема глаз. Вот опять плетение. Наш оберег, он как бы, это не совсем ладонь, но это руками так же. Это в размере мышления руки, ладони, пальцы. Вот даже не локтем это делаешь, да? И не спиной, и не вот так меряешь красный товар, желая обмануть покупателя. Правильно? Вот как-нибудь поменьше, вот так сильнее растянуть его. Вот. Но это горлячка. Это та горлячка, которой пользуется строй неглубский. И она вот так делается. Вот так. Вот. Вот она сплетена. Она по границе здесь между верхним миром и нашим там вот этим средним миром. Вот. И вот эта тема не просто ромбов, но и тема глаз здесь безусловно важна. Вот мы с вами оберегаем. Так вот. Нас никто не может вообще врасплох застать. Вот. Потому что у нас есть глаза, которые нас оберегают. Это опять мы говорим о размере мышления пальцев и о космологии, о мире. Вот. Ну, как бы так вот. Вот этот красивый телефон и этот красивый можно потом будет понянчить. Это еще один вариант вот такого дела. Вот. Ну, а сейчас мы с вами, может быть, перейдем еще вот к чему. Вот. По идее, когда мы говорим, ну, кажется, какой космос здесь? Ну, в принципе, это сосуд, это не совсем понятно. Это первично вот это. Скорее всего, это первично, а потом уже горшок возникает. Горшок возникает недавно, во время неолитической революции, которая придумала земледелие. И, следовательно, сосуд для хранения зерна, чтобы его не ели грызуны. Ну, возможно, вот эти сосуды наши все плетеными узорами украшенные, которые со дна сажа, из ветки. Наши друзья-аквалангисты нам это все доставали. Вот. И в течение вот последних трех лет, четырех, скажем так, там вообще очень красивые вещи. Но мы там, есть такое предположение, что горшок с орнаментом плетеным возникает вслед за магией и способом плетения на сосудах плетеных. И, возможно, даже чисто почти, почти случайно, если вы внутри вымазываете вот большой сосуд, какой-то вымазываете глиной, ну, и потом как-то, значит, чтобы можно было переносить огонь, там, ну, чтобы он не протекал, да, ну, то так же он протекает. Вот. И, возможно, там какой-то опять за 10 тысяч лет ваших экспериментов, возможно, один раз кто-то его не довел до конца и уснул. И там костер его как бы обжег и он исчез. А внутренность глиняная с отпечатком этого орнамента плетеного сохранилась. Кажется, все случайно, утилитарно, но потом в течение нескольких тысяч лет люди лепят горшки, ну, правда, как ленты, свивают, как гнездо их там, но они их все вот сидят, им больше нечего делать, им просто нечего делать. Они наносят тысячи, тысячи маленьких вот этих вот ямочек и покрывают все абсолютно. Любой горшок в течение неолита покрыт весь орнаментом. Можете проверить это? Проверьте. То есть для них это не просто утилитарная случайность. То есть код плетения, язык плетения накопил уже почти все основные ценности. Давайте перечислим, какие ценности накопил код плетения. Добыча. Причем добыча как внизу, так и сверху. Можно птиц ловить, правильно? Следующее, допустим, плетеные улей. Это мы добываем и садим там, культурно заставляем работать пчел. Правильно? Они сами плетут. Масса загадок про пчел, когда они плетут вот эти вот свои соты. Что еще можно ловить? Ну, давайте. Все, что хотите, можно ловить. Правда? Но вопрос в том, кстати, вот один из обычаев, решетом ловили воробьев, это было просто ради смеха. Но увидеть во сне, что ты ловишь воробьев решетом, во сне в сонниках обозначает, что ты забеременеешь. Потому что воробей один из символов, эротических символов. Допустим, людьми, которые занимаются этнолингвистикой, вот эти этнолингвистические полесские атласы, в 80-е годы роскошные, огромные работы были выполнены. Вот, как в Гомельской области, в Брестской, в Сумской, вот в север Украины, Югославия, Карпаты, значит, Балканы, Север, вот всюду были эти экспедиции. Никита Ильич Толстой как бы был вдохновителем этих семиотических методов, собрали роскошные огромные материалы. Вот, ну, я хочу сказать, что это накапливаются темы, идеи и ценности, правильно? Итак, мы уже имеем добычу, что еще мы имеем? Мы имеем оберег, даже вот, значит, заворачивали сетью рыболовной молодых, чтобы пока колдун не развяжет все узлы, он не сможет навредить. Это оберег, так, и это прямо записано, это не я придумала, это не из нашего материала, но на днях я слышала от нашего сотрудника, который водил группу, Миколы Осмоловского, он из Могилевской области, он приводил похожие примеры из своей области. Я, правда, не записала, но я еще догоню, запишу, что он имел в виду. Вот, но так или иначе, значит, это оберег, верно? Кроме того, это защита, мы уже сказали, так? Ну, и, кстати, вот загадка, вот помните, там девица, какая семилетка, она должна была явиться не одетой и не раздетой, не верхом, не пешком. она едет на зайца или на ком? Не помните? По-моему, на зайца она едет. Да, на зайца, обернувшись рыболовной сетью. Это была птица, наверное, да? Воробей, да. Вот, то есть мы увидели, что у нас здесь все обрядовые существа присутствуют. Зайца мы до сих пор ловим, когда перегораживаем дорогу свадьбе. Это тоже очень важный такой, вот я, по-моему, только что говорила вот перед лекцией, это пчелые ярые зайцы из заговора 17 века сибирского. Пчелые ярые. Пчелы, это которые кусаются, пчелы, это эротические символы, вот такой пчелочка, пчелочка, да? Вот такая песня роскошная, да? Вот. Или ярые весенние, вот эти зайцы. Вот они, а это очень интересные штуки, вот она в сети, она на этом пчелом, яром зайце, и она держит опять же этого воробья, который считается у славян эротическим символом. И здоровьем, и жизнерадостностью. Даже был обычай на святке, допустим, у южных славян обязательно печь и есть воробьё. Но опять же вы скажете, ну а при чём здесь космос, космология? Если мы эти мотивы о том, как, значит, воробей запекается, там в каком-то ещё птице, потом чего-то, потом в лебеди, потом ещё в чём-то, и на царскую свадьбу это представляется, то это на языке тератологическом, животном, зверином, это как раз, вот как раз космология. Точно так, как медведь, когда лезет на дуб и достаёт смерть Кащееву. Вы помните, вот там, сколько там оболочек, да? Вот, и потом вот как она падает, и как щука там, и прочее, прочее, прочее. Вот, вы все эти волшебства, все переживали в детстве, и вы все прекрасно знаете, как рассказать о мире на другом языке. Не обязательно говорить, что когда наши корабли бороздили просторы галактики, правильно? Достаточно средств. Мы с вами говорили, вот это, следующая наша тема, это загадка, как способ перевода и вхождения человека в разные культурные коды, возможность переводить с кода на код, в результате чего мы можем говорить, как бы мне о рябине к дубу перебраться, но никто не думает, что речь идёт о дереве рябине и о дереве дубе, правильно? Вот, вернёмся опять к размеру. Вот мы с вами поговорили уже о горшках, а во всём остальном и о магии плетения. Ну, мы далеко не всё сказали, потому что это становится символикой, мы можем ловить, вот на этой рубахе там ловятся в сетку бабочки. А мы записывали, там в экспедиции записывали сотни, значит, представлений о том, что это, значит, душа предка. Но коли уже стучится там у окно, так это же вот на годке, это же матка моя померла, это и душа прилетала. Вот. Ну, тут разные темы, можно ловить разные вещи, можно ловить звёзды, можно, ну, всё, что хотите, да, вот это улавливание. Сеть, опять телефон, мобильный, он не ловит, у вас нет сети. У вас сеть есть или нет? А он не ловит. Ну, хорошо, с телефоном мы потом перейдём опять. А вот сейчас мы держим просто маленький такой кубличек, вот он, сплетённый из елового корня. То ли он сосуд, то ли он тема вот этого гнезда. И здесь возникает ещё одна вещь о том, что сплетённый сосуд может хранить ценности. И если, например, вот этот беременный кубел, опоясанный свадебным рушником Болсунским или Неглубским, да, который надо было бросить на могилу супруга, если он умер, для того, чтобы попросить разрешения выйти замуж, да, вот, то вот это вот беременный образ, вообще любой сосуд чаще всего это женская, женский образ, женская ёмкость. Вот. И там, допустим, зерно, которое семя, чьё-то семя, в данном случае семя злака, семя ржи, да, вот, а в смысле человеческом или зверином или ещё кем-то, то мы тоже знаем о семенении и прочие такие вещи, которые нам всем понятны, потому что единый механизм, вот, который движет развитием и размножением. Вот. Это большие ценности. Вот рубахи, которые были как приданные в таком кубле, они же в принципе оболочки и образы человека. И все холсты, которые вы привозили с собой, когда вы ходили замуж, и потом одевали и шили для детей и доставали эти рубахи, и они доставались им и дочерям, правильно? Вот. То есть любая оболочка, любой образ человека уже тут содержался в этом гнезде для того, чтобы как птица вылететь, и вы видите, все рубахи имеют образ птичьей. Вот. Также и маленький кублик ценностей, но здесь мы могли держать ценности маленькие, но очень дорогие. Например, украшения. Например, деньги. Ну, там есть кошелек, он, видите? Это настоящий кошелек, плетеный. И вот слово кошелек, ну, мы так думаем, кош, кошуля, да? Рубаха, кошуля. Это связано, кош, так? Связано с емкостью. Вот. Но, кроме того, прохождение этой выставки в наших кураторских, в подготовках, я полазила по этим аллогиям. Кош, это тоже эндоевропейский корень, и он вообще-то связан тоже с темой плетения. Вот это старое слово, а еще греческие корни, сейчас не могу, не на слуху у меня, вот, не могу сейчас привести, но, по крайней мере, мы знаем, что вот эти ценности, которые есть, это тоже сберегаются плетеным сосудом. И вот это тема ручного размера и вот такого маленького таинственного занятия каждой женщины, которая имеет какие-то шкатулки, примеряет какие-то украшения, и когда она смотрит в зеркало, то ей кажется, что она не простая женщина, она примеряет на себя вот совершенно другой образ. Она, возможно, волшебница, она, возможно, не от этого мира, она, возможно, принцесса, красавица, фея, кто-то, 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 она превращается в другого, как та золушка, у которой в конечном счёте карета опять превратилась в горбуз, а кони в мышей, а кучера в крыс. И с нами это очень часто происходит. Вот. Но если мы говорим о ладони, то обратите внимание, что измерение нашего лица и в ладони. И посмотрите старинные тексты, начиная от ветхозаветных, от загадок, от чего хотите, с чем кто сравнивается, и брови соболиные, и очи соколиные. И вы увидите, что весь, весь этот самое всё лицо тоже космология, тоже космология с верхним миром, с вот этими глазами, вот, с нашим жевательным аппаратом, с нашим речевым аппаратом. Это тоже космология, и тоже они соизмеримы с ладонью. А хорошо, ладонь-то ладонью соизмеримы, то и соизмеримы, но помните, мы говорили, что сосуд это, вот, а сейчас я попрошу кого-нибудь из вас закрыть глаза. Ну, кто? Ага, нашёлся человек. Все остальные никто не подсказывает. Сейчас я буду давать вам в руки предмет, а вы будете руками его просто вот просто его ощупываете, берите. Вот я придерживаю, чтобы вы его не уронили, хорошо? Глэчик, ясно. А теперь возьмите сверху его. У него есть такая шейка своя, да? Горлышко есть, да? Вот, есть вот его тело, правильно? Ну, давайте погладьте его как вот сверху и снизу. Ну, правда, если бы это остался мужчина, Юрий Петрович, он бы, наверное, лучше определил, свое впечатление. Что, женщина? Конечно. Проверьте. Да, Закройте глаза и попробуйте. Ну, да, конечно. Это методический, это глина. Это глина. Это старинный. Вот. Так вот, если вы вспомните, допустим, восточные, восточные сосуды, да? Так? Ну, вспомните, это же вот восточная красавица, да? Вот. То, это как бы наше. Вот у Лескова в запечатленном ангеле есть как раз такое рассуждение, что там какая-то англичанка такая длинная, цебатая, нам бы вот какая-то как вот кроленькая, чтоб катилась, вот там вот такое вот рассуждение есть. Ну, вот как раз вот мы видим о том, как гончар, значит, ну, а если говорить об орнаменте, то мы очень часто увидим верхние воды на сосуде. Это последнее, что доживает эта вода, чтобы он был полный, правильно? И жизнь была полна. Ну, когда-то это обозначение верхнего яруса. На древних сосудах всегда можно ярусы космологические, ну, еще они были. А потом они ушли с глиняных сосудов. Вот эти древние еще они есть. А потом они ушли из глиняных сосудов. И большая часть людей предполагает, что код символический, код знаков перешел на другой носитель. Он перешел на другой носитель, а именно на ткань, на ткачество. Ну, и частично на дерево. И то, и другое почти не сохраняется. И поэтому нам почти неизвестно, как выглядели эти древние ткани. Маленькие какие-то фрагменты, по крайней мере, вот наша помева, и, значит, маленькие фрагменты в 30-е годы в, то ли в Калужских, то ли в, то ли в Псковских землях, вот там, где есть глинистая почва, да, вот, в Кургане там 10-го, там 12-го века фрагмент был ткани. И вот этот вот, там вы посмотрите, там есть круги, есть сетки. И вот он был похож на это самое, он был похож на на кружево, этот фрагмент. И никто не мог понять, почему, что это такое, или это кружево исконное. Но оказывается, что наши вот понёвы старинные, они не только изображают землю, но опять же, они изображают идею соединения разных, разных миров. Потому что там используется конопля, использовалась конопляная, ну, знаете, вот конопляные мешки когда-то были, вот конопляные, там, пасконные портки, там, вот разные, вот это вот, это древнейшее определённое растение, вот, ну, кроме там его, допустим, каких-то скифских черк, галлюциногенных, но кроме того, это вообще роскошное и конопляное масло, которое использовали и отсюда импортировали, экспортировали в Англию, в Германию, где делали сукна, потому что обрабатывалось это с помощью конопляного масла, вот, ну, а кроме того, конопляная, она более плотная такая ткань, вот сейчас в основе и в утке частично было конопляное волокно, частично было конопляное, оно от скифа выдаёт, частично было льняное, которое имеет древний и далёкий путь, но из Египта, вот, и шерсть, которая всем абсолютно, всем абсолютно она характерна, да, так вот эти, когда фрагменты этой ткани с кругами и крестами, которые мы видим на нашей негипской панёве, точно с таким же орнамента, только в виде сетки, и никто не мог понять, почему, и многие догадывались сами, и мы в том числе догадывались сами, а потом всё-таки прошли уже спустя 20-30 лет подтверждения уже новейших там исследований, это сохранилось только шерсть, которая участвует в узоре и образует круги, кресты, то есть самый символизм выполнялся шерстью, наши все красные эти нитки, вот, это тема ба-воуна, волна это шерсть, да, деревянная шерсть, в общем, шерсть растительная, а на самом деле когда-то орнаменты выполнялись именно шерстью, вот, так что вот и на панёве там сохранились вот эти символики этой шерсти, а растительные волокна, они скорее распадаются, да, и вот там вот такие вот разные красивенные штуки, я уже немножко, видите, как бы мы с вами туда и сюда, мы не совсем удерживаем иногда вот размер ладони, поэтому давайте возвращаться опять к размеру ладони, и сейчас мы опять, я попрошу вас взять, ну этот маловат уже, конечно, но теперь у вас же другие есть телефоны, вот это, значит, такая вот салтырь, это книжечка маленькая, псалтырь, мы начинали с мобильности, с размера ладони, маленького предмета, карманной книги, да, вот эта идея такая старая, вот мы видим эту псалтырь, вот, и мы видим чехол для неё, и эта книга, вернувшаяся к затаённому, сокровенному размеру ладони, я думаю, что когда наши предки писали даристяные грамоты, они мыслили именно в размере ладони, вот, я же хочу тобе, а ты мне, зачем длинный текст, и так всё понятно, правда, вот, и вот мы с вами читаем, читаем, только я даже через очки сейчас, света мне маловато, я вам не прочту, но я думаю, что когда мы с вами берём телефон, набираем текст, да, или берём, читаем, там у нас книга, там информация, я думаю, что эти вещи, вот эти вещи, они никогда бы не появились, если бы в основе не было множества идей, соизмеримости, дизайн ладони, и это уже, это уже даже, понимаете, это уже он выскочил, потому что тут нам нужно уже двумя ладонями, так, хотя я смотрела, что они спокойно, вот так вот, вот всё, у них начинает работать вот этот палец, который известен нам, я даже не знала, отчего же он большой, что это ему такая роль, ну, потому что он противопоставлен всем остальным, и вот это обезьянья, черта, когда большой палец противопоставлен всем остальным, чтобы хвататься, подтягиваться и прыгать, она служила, и никто, никто вообще-то в прошлом, позапрошлом веке, никто не думал, что этим большим пальцем будет очень удобно набирать текст, да, или включать, задавать вопросы, там интернет и прочее, смотреть, то есть это вообще, но это же, кроме того, и целый мир, скажите мне, что телефон не космологичен, ну, подмигивай, подмигивай, телефон космологичен, это связь, это наша связь, да, но книга ведь, это тоже связь, вот эти вот, сейчас вот эти вещи, пожалуйста, они соизмеримы и по весу, и по функциям, да, передавайте, они хороши, они хороши. Я не знаю, что за мысль такая пришла, почему они, кто-то время не спрашивал, почему, потому что человек молодой, ну, с одной стороны, да, но он придумал некоторые мощнейшие идеи, которые он не осознает, может быть, конкретно утилитарно, но оно то, точно, точно, вот оно же передаётся, и вот эта маленькая книга, она как бы игрушка, да, но одновременно она настоящая, она сокровенна, потому что она приближена к нашему интимному, да, а в то же время вот тут рядом с вами книга большая, в которой большой текст, чтобы по ней могли несколько человек петь по этим древним нотам, и посмотрите, у неё концовка есть, у неё есть концовка, где есть плетёнка, есть сокол и сова сидят на концах этой плетёнки, это кельтский орнамент, это ромб, это плетение, вот там сверху мы сплели, вот этот вот, Светлана Ивановна Петришенко, наша научная сотрудница, она сплела этот орнамент, потому что мы как бы дерзко решили задать вопрос, а вообще возможно ли такой орнамент, на самом деле мог ли бы он быть как плетёный, ну там он большой, мы увеличили, чтобы смотрели издали, а вот там на странице книги орнамент ровно такой, чтобы положить в ладонь, на нём сидит сокол и сова, это не случайно, и это западноевропейские черты, потому что вот эти южнославянские, византийские плетёнки по происхождению кельтские, вы увидите это в древних там разных ирландских вещах там, ну в общем, всё, что теперь дети делают татушки и носят украшения, все плетения, да, там где сплетены волки, там кто хотите, всякие существа, это тоже плетёнка, наш тератологический орнамент, на древних рукописях, где змеи и птицы и драконы все переплетены, один из смыслов, они тоже вот такого размера, они размера вот такого, вот маленького размера, для того, чтобы мы внутри придумали и представили себе, что это целый мир, они сплетены, как страсти греховные, успокоены и запряжены, чтобы делать полезное дело, они успокоены, как какой-нибудь там запрягший змея и вспахавший, как называются эти вещи, ну вот кузнец, который запряг змеёвый, до Чёрного моря, он полностью вспахал всё, а змей и дальше шёл, и потом потонул, это же былина старинная, я просто хочу сказать, что сокол и сова – это символы альфы и омеги, значит, кроме символа женского, плетённого, премудрости, здесь заключён весь алфавит, алфавит как премудрость, алфавит как космологема, ну вспомните «Дневной и ночной дозор», вспомните «Сову», кто смотрел эти фильмы, дети уже сейчас не волокут в этом, это уже устаревший, это прошлый век для них, а я помню, что я с удовольствием смотрела, потому что архетипы эти, «Сова», «Ночной дозор», конечно, да, вот там, и там, по-моему, есть и этот, который сокол, который тоже такой птичий образ, в общем, «Дневная птица» и «Ночная», «Начало» и «Конец», христианский символ «Аз», «Есмь», «Альфа» и «Омега», и в то же время это архетипы древнейшие, которые, например, входят в старообрядческое искусство и сохраняют плетёный орнамент до, вот эта ещё бумага 1822 года, эта книга создана примерно, когда Пушкину было 23 года, вот здесь на ветке наши предки эту книгу писали, вот эти ноты, вот это «Белое поле, чёрное семя», кто его сеет, тот, разумеет, буквица инициал, как символ, допустим, райского древа, который роняет семена премудрости, вот, и вот это мы с вами всё, как бы говорили-говорили, этого рушника, я думаю, что уже не будем трогать, и это не будем ничего трогать, вот потому что можно ещё сказать и завершение, да, любого дела. Ну, то есть, вот, когда у вас кастрюля без крышки, сковорода без крышки, конечно, когда там лежит свежина, и кто-нибудь своими руками ещё утром тянется, чтобы оттуда что-то выгрести, съесть, это одно дело, да, но мы знаем с вами, что для того, чтобы было что-то сделано, оно должно быть вот так, завершено и закрыто, да, вот мы говорим завершить, это тоже идея, идея завершённости, идея совершенства, слово вершок, вершина, вверх, да, а вот низ называется как? То же самое? Под. Название низа. Под. Под. Дно. Это низ. Я, правда, сейчас этим аллогию не могу, сейчас вспомнить, потому что мне пришло в голову только что это сказать с вами вместе, да, вот, но это тоже должно быть очень такая... Подол. Подол, да, подол, это, ну, как сказать, дол. Низ. Подол юбки и подол в Киеве. То есть мы всё время видим космологему, вот этот образ, который помогает нам измерять и ощущать себя с размером, в гармоничности такой вот со всем миром. Ну, я думаю, вот мы с вами, может быть, выполнили сегодняшнюю свою цель и задачу. Стало ли вам как-то более гармонично и понятно многое в том, что жила до сих пор по отдельности и на разных полках стояла? Теперь мы чувствуем, что во всём этом есть гениальные идеи, которые помогут нам совершить что-то в будущем. Спасибо.